Газ есть, вентиляции нет. Представители регионального отделения Народного фронта в пятницу приехали с проверкой в Приволжск. Напомню, в декабре прошлого года в домах, построенных по программе переселения граждан из аварийного жилья, были зафиксированы два случая отравления угарным газом. Причина, как выяснилось позже, техническая неисправность газового оборудования. Была собрана комиссия по проверке систем вентиляции в трех домах по улице Льнянщиков. Итоги правительственной инспекции у активистов ОНФ вызвали ряд вопросов. Нас смущает то, что обследование системы вентиляции, их исправности, прошло не во всех квартирах, а только в третье от каждого дома. И сегодня мы убедились, поговорив с жителями, что есть квартиры, где также вентиляция не работает. Предподрядчикам поставили две задачи – поднятие вентиляционных каналов и установка воздушных клапанов на стеклопакеты. Если по первому пункту почти все работы уже завершены, то с воздушными клапанами все гораздо сложнее. Есть жители, которые отказываются, уже сейчас отказываются категорически от этих клапанов. Нам не нужно, нам не так, не плохо. Вот, допустим, на третьем этаже 26-й квартире в 10-м доме поставили. Там сейчас дует нам. Это почему дует? Они же этажом под ним живут. Говорят, у меня и так хорошо, у меня все нормально, мне этот клапан не надо. То есть мы будем настаивать. Основная проблема, которая беспокоит переселенцев – отключение газовых колонов на неопределенный срок. После того, как выяснилось, что установленные в квартирах вытяжки фактически не функционируют, на колонки коммунальщиками были поставлены заглушки. Николай Павлов, житель дома под номером 10А, рассказывает, без горячей воды хоть и сложно, но уже привычно. Ведь и до этого в аварийном доме обходились без нее. Вот только этому зданию и года нет, а гореть тазики с водой, чтобы помыться, приходится по старинке. Вентиляционные клапаны Николаю еще не поставили. Несмотря на то, что, по словам подрядчика, все недостатки устранены. Включать колонку мужчина все равно опасается. Здесь ладно, я могу вот здесь окно подкрыть, а в ванной, если угарный газ соберется, как он попадает туда? Он же не пахнет газ природный. А вот в этой квартире под номером 18 живет Анастасия Князева. Именно она и ее пятилетний сын стали жертвами отравления 21 декабря прошлого года. Мы подали в суд. То есть там продвижения тоже никакого, неизвестно когда, чего. Они обещают, застройщики, сделать все это летом. До лета еще как-то надо дожить, еще полгода до лета. Мы не знаем, что будет дальше. Куда выше обращаться, что. Жители рассказывают, после отключения газа во многих квартирах из-за сырости на стенах и потолке стала появляться плесень. Обои пошли коричневыми пятнами. Из вытяжных отверстий – постоянный сквозняк. Такие огромные деньги налогоплательщиков ушли на совершенно прекрасную, как мне кажется, программу. Мы помогли этим людям выбраться в крепкие, хорошие дома, чтобы они здесь прожили не одно десятилетие. А в итоге мы видим, что фактически они переселились в дома, где условия не лучше, чем те, в которых они жили раньше. Чем закончится история с новостройками, пока неизвестно. Жильцы продолжают надеяться, что в ближайшее время колонки снова подключат к газопроводу. Вот только те, кто уже пострадал от ошибок проектировщиков, вряд ли так скоро решатся заново зажечь газ в собственной квартире.